Здравствуйте, мои дорогие друзья, меня зовут Орелин, я француз, и да, вот я учу русский язык. И в этом видео я хочу рассказать вам, потому что, конечно, я живу во Франции, и я хочу рассказать вам про плюс и минус о жизни во Франции. Так, давайте начнём. Во Франции у нас очень хорошая погода, и, например, зимой очень редкая температура падает до 0 градусов, и обычно она от 0 до 30 градусов. Ну, конечно, вы русские, и вы любите снег, я думаю, и здесь у нас очень редко идёт снег. Например, за последние 5 лет я только видел снег один раз. И да, я думаю, что, может быть, это будет немного страна для вас, потому что каждая зима у вас идёт снег. Вот, окей, у нас нет идёт снег, но в Франции океан и море везде. Например, из Парижа можно доехать за 3 часа в Нормандию. И за 6 часов можно доехать в Кот-д-Азюр, я даже не знаю, как сказать это на русском языке. И, конечно, чтобы отдохнуть, отдохнуть там. Это ещё трудно для меня звук. Ну вот, это плюс и минус, но, конечно, если ты живёшь во Франции, тебе нужно говорить с бабой на по-французски. Мы говорим по-английски, но не очень хорошо, не очень отлично. И, конечно, есть русские люди во Франции, но если ты живёшь во Франции, я думаю, что это не для того, чтобы познакомиться с русскими людьми. Например, я знаю некоторых американцев, которые живут во Франции. И после 7 лет проживания во Франции, они только очень мало знают французский язык. Я думаю, что это очень грубо. Кстати, вам, конечно, нужно привыкнуть к французским привыкнам привычкам. Например, «Лабиз» — это когда ты встречаешься с кем-то и ты целуешь его два раза на щеке. И для нас иностранцы, которые не делают «Лабиз» — это очень-очень грубый. Но Франция очень дорогая страна. Например, одно пиво в Париже стоит 7 евро. И, например, в Бордоу, где я живу, моя квартира стоит 600 евро за месяц. И в Париже это 1000 евро за месяц. И говоря о Париже, если ты живёшь сейчас в Питере или в Москве, у вас очень-очень круто метро. В Париже метро очень грязное и сложное. В принципе, я также думаю, что у нас очень-очень вкусная еда и хорошие продукты. Как вы знаете, у нас очень-очень вкусный багет, круассант. Очень хорошие. Good wine, но, хорошие вино. И мне очень приятно, конечно. Ну вот, друзья, это всё. Я знаю, это очень короткое видео. И скажи мне в комментариях, если вы были во Франции. И, конечно, о том, что вам понравилось и что вам не понравилось. Друзья, это всё. Спасибо за просмотр. И, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на моём канале. И до свидания.